Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о свободе и осознанности. Я как раз занимаюсь этой темой, и поэтому я расскажу о том, как действительно можно достичь полной свободы. Потому что многие люди, они зачастую постепенно становятся рабами. То есть шаг за шагом, начиная с детского садика, от воспитания родителей, потом школа, университет и работа. Работа как раз и связана уже с окончательным порабощением. Потому что раньше рабство каким образом выглядело? Оно было явным. То есть был хозяин, был раб, хозяин мог приказывать, делать все, что угодно с рабом. Соответственно, даже продать его. Сейчас то же самое происходит, только люди сами хотят быть рабами. Они идут на работу, им платят какие-то деньги. Но по сути система рабовладельчества, она сохранилась. Только она приняла другие рамки. И сейчас, конечно же, люди что делают? Они занимаются нелюбимым делом. То есть они занимаются работой ради денег, чтобы потом была возможность купить еду, заплатить за коммунальные услуги, за жилье и другие расходы. Получается, что людей отрезали от их естественного ореола обитания на земле, там где они могли выращивать сами себе пищу, соответственно, сами себе построить дом и так далее. То есть заменилась одна система на другую. Она просто стала более изощренной, более такой лицемерной, но сама по себе осталась. Прежде всего, конечно же, рабство, оно внутреннее. То есть то, что мы видим вокруг нас, это отражение нашего внутреннего мира. То есть и поэтому обвиняя, например, правительство, президентов или каких-то других, даже обвиняя тех, кто нами управляет, можно сказать, захватчиков, это не поможет. То есть поможет только лишь внутреннее освобождение. Внутреннее освобождение через духовную практику, чтобы наш внутренний мир был свободным. То есть когда у человека свободный внутренний мир, когда его внимание, сознание свободно, то он может легко действовать, он может легко делать то, что ему действительно по душе. И я как раз занимаюсь этим уже около 20 лет. То есть помогаю людям становиться осознанными, свободными и счастливыми. Потому что я считаю, что каждый человек, он счастлив, может быть, по своему естественному состоянию. То есть это счастье, это то состояние, которое всегда есть у человека. А вот те, кто не хотят видеть человека счастливым, они придумывают различные вещи, как экономический гнет, другое подавление, физическая расправа, если человек не, ну скажем так, не утихомируется и не дает возможности быть, управлять им. То есть здесь применяется огромное количество факторов. Вот самое главное, что когда человек духовно свободен, то на него очень сложно повлиять. Поэтому когда я вижу таких людей, я с удовольствием с ними общаюсь, объединяюсь. Именно таких единомышленников приятно видеть в своей команде. Поэтому, если вы такой, то буду рад общению, пишите в комментариях или прямо мне в личные сообщения. Контакты будут указаны в описании к видео. И, конечно же, если, например, тебе не хватает счастья, осознанности, любви, понимания, то тоже пиши, я проведу бесплатную консультацию, на которой я расскажу подробно, как можно улучшить свое состояние и, соответственно, сделать так, чтобы было хорошее состояние, комфортное. Потому что через проработку себя, через проработку тех негативных случаев, которые накопились у человека, можно очистить, освободить сознание и больше не быть привязанным ко лжи, ненависти, негативным эмоциям, боли, страху. То есть все это уходит, и ты становишься вновь самим собой, вновь становишься осознанным, разумным, радостным, счастливым. Приходит как раз то состояние счастья, сечастья, которое доступно каждому человеку. Поэтому я, друзья, вас приглашаю в Академию Счастья, приглашаю для того, чтобы стать свободными, радостными и счастливыми. Конечно же, пишите мне, я буду рад. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, делитесь этим видео со своими друзьями, чтобы они тоже узнали, как можно достичь состояния гармонии, радости и счастья. И, конечно же, увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok